Всем привет! Меня попросили рассказать про книги, которые сформовали мое мировоззрение. И я расскажу про все эти книги, которые так или иначе на каком-то этапе жизни влияли, и расскажу, каким образом влияли. Начну, пожалуй, с книги «Путь дурака». С ней я ознакомился, когда я еще учился в школе, и получал пизделей от гопников повсюду. Не понимал, как это исправить. Я нашел какую-то книжку «Путь дурака», в которой описывалась история типа, которая была похожей ситуацией, и я эту ситуацию исправлял. Я читал ее и исследовал советом. Дальнейшие советы были изучение психологии, изучение эзотерики и умение давать пиздюли. Дальше уже часть книг, которые я читал, это были книги, связанные с тем, как себя готовить к тому, чтобы махаться, психологическая подготовка, типа швахтера или какие-то боевые машины, что-то еще. Но всякая разная, в общем, тактика, стратегия, всякие разные нюансы. Но это не про мировоззрение, обвинялось в мировоззрение. Для мировоззрения я уже читал книжки, связанные с психологией, философией и эзотерикой на тот момент. И то, из того, что в Риява и заходило, буду называть. В первую очередь, это были книги, одновременно параллельно читал Рамачарака Йог, Раджа Йога. И книгу, не помню, автора «Квантовая психология», называлась так, по-моему. Она не такая значимая, но все равно она научно дополняла то, что я читал книги про йогу. Там переводилось с восточного на западный язык то, как вообще устроена концепция понимания психологии человека, психики, реальности с точки зрения йоги. И предлагались различные техники медитации, которые я практиковала, они мне позволяли что-то прочувствовать, что-то понять в этом плане. И я поделился с тем, что такое я, что такое сознание, то есть я — это сознание, и чему оно отличается от ума, эмоций, подсознаний, прочего-прочего, прочих слоев, которые насваиваются на сознание. И в то же самое время я читал про квантовую психологию, и там, по сути, описывалось то же самое, только уже более научным языком, какими-то другими прагматичными примерами, про субъективное восприятие всего и вся и так далее. Оно дало мне такое базовое понимание. Дальше я столкнулся с такими ребятами, как скинхеды правые, с калифами, с ними, и дальше то книжки, которые от них поступали тоже в влияющие на мировоззрение. Сначала это была, короче, книжка «Удорусских богов», к которой я сейчас могу относиться только с юмором, как бы, ну тогда относился я серьезно, и немножко с юмором. Она хорошо просто забавна, обсерваивая христианство, которого я и так, в принципе, никаких чувств приятных не питал и до этого. Она просто какие-то прикольные аргументы мне подкинула, чтобы сетебать христианство. То, что, может быть, даже на мировоззрение особо-то не повлияло, так просто добавила у меня, как бы, галочку. Язычество — это прикольно, типа. Стонизма Вэя в том же русле, как бы, на меня повлияла книжка. И параллельно с этим я читал «Майн камф» как бы Адольфа Гитлера. Оно создавало мне такое политическое мировоззрение, потому что до этого я, как бы, тяготел, как бы, питал кидачуство коммунистам, потому что они, вроде как, хотели заботиться о других людях и защищать их, вроде как, на словах, по крайней мере. Но у книжки Гитлера все оказалось как-то промоктичнее и больше сопоставимо с той реальностью, которой я проживал, которая связана была с агрессией, насилием, как бы, вокруг и так далее. Ну и скинхеды, как бы, они хорошо располагали в этой среде тем, что они ее могли, как бы, защитить и так далее. И было интересно к ним примкнуть в этом плане. Поэтому это литературка и почитывалась в том числе. Дальше книжки я читал в основном по психологии. И из тех, что дальше уже влияло, зацепило и запомнилось, это была этология автора Дольник. Он сделал, он написал книжку «Непослушная дизя биосфера». Ее мне бы советовал тогдашний мой тренер, короче, по единоборствам. Нашу группировку он тренировал, короче. Она дала мне понимание того, насколько люди вообще обусловлены психикой, животной, инстинктами и какими-то рефлексами на уровне животных. И да, нас от животных отделяет то, что у нас есть более развитая кора, там, возящие нейроны и так далее, которые позволяют нам как-то блокировать, корректировать инстинктивные посылы. Но все равно мы имеем животную психику по факту. Но давает понимание, и это давало понимание того, как вообще людей можно воспринимать как животных, особенно в России, особенно в провинции, где люди имеют более примитивную психику из-за большего уровня насилия, как бы запретов и агрессии. У них более животная психика такая, ну, животная в том плане, что она более рефлекторная, я бы сказал, и она больше подчиняется инстинктам, скажем так, животным. Поэтому давало это понимание. Плюс там было интересно, как бы, интересное осуждение о том, как вообще инстинкты формируют политические взгляды социальные и так далее. И тогда то, что я взял это на заметку, это наблюдение, стал наблюдать тоже с точки зрения, как вообще среда, инстинкты их проявления влияют на то, каких взглядов людей придерживается и к чему симпатизируется их политических взглядов, например, тех или иных. И потом сформулировал уже на основе наблюдения какие-то свои теории на этот счет. Дальше, по-моему, дальше я читал книжку «Трансерфинг», параллельно с этим. Это, по сути, эзотерика. И там я находил разные такие концепции и идеи, представления о реальности, которые как-то описывали, давали какую-то формулировку того, что я, в принципе, успел прочувствовать в детстве своим опытом интуитивным. То есть, предчувствовать какие-то вещи, события, каким-то образом посылать там сигнал маме, например, о том, что нужно приехать срочно в село, потому что мне плохо. Она срочно приезжает, хотя никогда этого не делала, например. Вот, я как бы в детстве научился с этими штуками, сталкивался, как бы подмечал их и использовал их в дальнейшем. Ну, в итоге, в «Трансерфинге» я, собственно, нашел какое-то описание всего этого, как это, может быть, работает с точки зрения «Трансерфинга». Надо как бы заспойлерить то, что потом этой концепции все-таки отказался в пользу того, что сам нарыл в глубине себя. Дальше. Я попадаю в тюрьму. В тюрьме не особо мне попадаются книжки, влияющие на мой мировоззрение, разве что дополнительно раскрывающие, может быть, психологию. Мне подошли книжки Николая Козлова, с ними в тюрьме столкнулся по психологии. Он довольно так пробонистично описывает то, как люди используют их друга в разной форме отношений. Но это такое довольно простое, базовое, такое примитивное психология. Тогда же мне зашли книжки по экономике. Стал читать какие-то книжки по экономике, правую и так далее. Но это такое, это не мировоззрение, это фигня. Я как бы Кастанеду начал читать там же в тюрьме, но не по явному мировоззрению. Я в Кастанеде тогда еще ничего не понял толком. То есть я вроде понимал трансерфинг, но не понимал Кастанеду. Я Кастанеду стал глубоко понимать только недавно. Концепцию неделания, я ее прочувствовал просто. Сам как бы до этого дошел и тогда догнал, что имел в виду Дон Хуан в плане неделания. Об этом позже. Ну тюрьме еще там почитал книжки по питанию, по йоге, там такое. Это больше практически, ну, литературу как бы описываю еще того, как пользуются реальностью больше. Такую почитывал, а не то, что мировоззрение как-то меняет. Вышел на свободу и уже стал читать книжки по экономике. Хотелось в бизнес уйти и изучить как бы вот эту всю сферу в бизнесе. Тогда мне зашла книжка по экономике «Экономист под прикрытием». Автора не помню, но легко гуглиться. Потом мне книжка по бизнесу. Зашла Сергея Азимова. Несколько книг. И случился как-то прикол. Я сначала почитал парочку его книг. Они у меня зашли. Прошло некоторое время. Несколько лет. Скажем так, 3-4 года. Я оказался на Бали. Попал там буквально третий день на Бали. На так называемый открытый балийский микрофон. Там где-то катусовочка ребят. Место там человек 40-30. И все русскоязычные. И там можно занять очередь микрофона. Как-то там что-то микрофон провал. То есть я дирекцию сочетал про псиуцибин и гипотезу «Авдобанная обезьяна». Которую когда-то рассказывал один эколог известный. И ко мне подходит после этой лекции чувак один такой. И спрашивает про любые всякое такое. Разное расспрашивает, расспрашивает, расспрашивает. Я ему рассказываю. Ссылочки даю всякие. О том, чтобы просил. Ну и все. Как бы забил на ситуацию. Проходит пару лет. У меня один друг спрашивает. Миша там типа «Подскажи книги по бизнесу какие-то». Я начинаю гуглить от этого Сергея Азимова, чтобы его книжки найти. Там выходят его фотки. Я смотрю тот самый чувак. Которому я за грибы вот этот рассказывал. Думаю, офигеть, блин. Забавно вышло. Получается, что столкнулся с Типломчик, книжки почитал. Даже не знал, что ты его книжки почитал. Еще грибов ему насоветовал. Нормально, забавно вышло. Ну, в итоге ладно. Возвращаясь к книжкам «Мировоззрение». Тогда я понял почитал книги по экономике, ну, как вообще встроено экономические взаимодействия. И понял, что социализм – это не рабочая фигня. Это просто… Ну, люди верят в социализм только пока не разбираются в экономике. Только понимают, как все устроено в экономике. Как все работает. Видят это более глубоко. Понимают, что социализм – это просто чушь полная. Просто, ну, самообман, как бы, поэтому он нигде не работал, приводил к массовому голоду всегда и так далее. Но, может быть, другая форма социализма. Просто люди раньше древности, когда Марс был, там, как бы он его ни описывал, они его не так, наверное, поняли. Потому что, ну, сознание своим оставались рабами. Я потом расскажу про свои другие идеи, как-то в отдельных роликах, про идеи реалистичного социализма будущего, который будет, я думаю. Но не думаю, что мы его увидим. Вот. А может быть, немножко увидим. Возвращаясь к книгам дальше. Дальше я уже не очень стал почитывать книги. Долгое время их не почитывал. И снова стал читать книги, когда стал дебатировать на своем же YouTube-канале в турнире идеологических дебатов. И, чтобы готовиться к нормальным дебатам, я стал читать целую книгу по теме, на которую дебатировал. Но не скажу, что они прямо меняли мое мировоззрение. Мое мировоззрение стало больше меняться, не благодаря книгам, а благодаря тому, что я стал больше просто общаться с умными людьми. На тех же дебатах, например, там общался с философом Юрченко, с Хоферовым, историком, например. От них что-то понимал про то, как вообще ведет мир, например, в Украине. Философию местного общества. Глубокую имеется в виду. Или, например, от комендантов больше понимание экономических процессов каких-то, более глубокое. По его совету я прочитал Ротборда «Государство и деньги», которое углубило мое понимание экономики. Дальнейшие книжки по экономике, которые я начинаю читать, они мне ничего нового не давали, и мне было уже неинтересно. По психологии мне уже было тоже неинтересно читать книги. Я все-таки выкупил, что я больше аудиал, у меня в идеальные информации бы интереснее заходят. Я начал слушать лекции, и мне зашли лекции Роберта Сапольски, Стэнфордски. На куче часов я их по несколько раз. Некоторые лекции слушал, мне очень заходят. Далее начал мне заходить Ошо. Я в основном его книги тоже слушал. Но перед этим, перед Ошо, я на Бали, помню, по совету одного знакомого чувака Йога, слушал некоторые книги по психологии. Ну, наверное, ладно, не буду их упоминать, потому что они в итоге... Сапольски, в общем, глубже все раскрывает то, что в тех книгах было. Вот смысл этих книг, если можно лекции Сапольски посмотреть. Так я больше углубился в понимании того, как же по животам сидящих, когда человек работает и устроено. Ну, я уже тогда понимал, что политические взгляды и все такое, оно является порождением просто биологии мозга, и не стоит относиться к этому так серьезно, как я относился раньше. Потому что я стал понимать, что, ну, типа, не я рассказами своими влияю на взгляды людей, они своим психологическим взрослением, либо, наоборот, деградацией приобретают те или иные взгляды и формируют их. А в книгах они уже ищут рациональное подтверждение вот этого, описание рационального того, что они ощущают, как взгляды. Так и получается, что формируется самообман, как я считаю. И когда перестаешь смотреть на мир сквозь призму каких-то взглядов, в принципе, и каких-то оценок, в принципе, ты видишь в реальности много таких вещей, которые тебя сначала удивляют, пугают, но когда ты все это принимаешь, будешь все принимать, становится жить очень легко и просто. И понимать все очень легко и просто становится. И уже не нужны никакие книжки вообще, абсолютно. Мне вообще сейчас книжки неинтересно читать. Не знаю, мне даже в голову не приходит, чтобы я книжку эту почитал. Стало интереснее наблюдать в реальности все ответы, которые можно получить. Для этого достаточно просто ничего заранее не оценивать и просто видеть все в чистом виде. Вот. И этому я научился сначала сам, а потом я стал слушать Ошу, и мне так зашло, потому что, блин, чувак, по сути, рассказывал то, к чему я дошел сам. Прямо под каждым словом его подписываюсь. В каких-то местах, наверное, процентов на 20-30, мне кажется, он дополнил то, что я сам еще не успел познать каким-то своим опытом. Тут его опыт шире. Ну, я офигел, конечно, так было прикольно, такое познание. Поэтому, Оша, все, что я нашел пока, что в аудиокнигах, я все прослушал. В переводе и озвучке не Кошу. Это один из его учеников, и он в нужном состоянии засчитывает, чтобы лучше понимать, о чем речь. Вот. В принципе, все по книгам. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok